Добрый день. На библейский портал Акзагет поступил вопрос, что означает нехристианская профессия. Профессия нехристианская. Есть виды деятельности, которые очень сложно или вообще, может быть, противоположны бытию христианина. Ну, например, гинеколог – это хорошая профессия. Но если эта профессия связана с тем, что медик начинает из человека, оказывающего пользу людям, причинять ему вред, например, убийством или еще какими-нибудь поступками, то это становится вредной профессией. И думаю, что это даже не совсем от профессии зависит, потому что не все гинекологи… Гинекология – это не нехристианская профессия, это вполне христианская профессия. Потому что в своей жизни я помню и видел замечательного гинеколога, у нас Первомайский был, который ходил по поселку и говорил, вот мой побежал, вот мой побежал. А я говорю, почему твой побежал? Говорит, вот эту маму отговорила, вот эту маму отговорила, вот этого к жизни вернула. И вот пол поселка там, это детворы, они взяли ее мамой и называли, а она себя детворой называла. Прекрасный был гинеколог, за свою жизнь она не сделала ни одного аборта. Есть другая ситуация, когда человек, наоборот, уходит от гинекологии, полностью погрязает в дебри вот этого человека боления, и тогда он из врача превращается, ну не только не в христианина, но в обыкновенную убийцу. Вот это уже не христианская часть бытия изначально как бы доктора. Так вот, я думаю, что не христианская профессия, можно любую профессию тогда рассматривать и с этой, и с другой стороны. Да, в Библии есть перечень профессий, которые, ну, возьмем с вами Марию Египетскую. Вот то, чем она занималась всю жизнь, то, что ей изначально давало возможность существовать, это, конечно, не христианская профессия. Но позже мы знаем человека как христианина, как великую святую, как великую подвижницу. Но я понимаю, что много профессий можно сейчас перебирать. Ну, представьте себя на секундочку, ваш папа работает в игральном зале, и его профессия причиняет, ну, вольно-невольно причиняет убыток какой-то семье, какому-то человеку расстраивает, кого-то выводит. Я думаю, что его от его профессии кто-нибудь будет когда-нибудь благодарить. Если мама, там, даже сложно про маму сказать такую вещь, вот. Не христианское поведение женщин заключается в том, что она живет в небрачном сожительстве. Если это еще происходит за деньги, то это, наверное, не христианское бытие. Не христианская профессия – это все, что идет поперек заповедей божьих. Если это поведение меняется, то любой человек, который изначально когда-то там связывался с не христианскими традициями, не христианским поведением в своей профессии, будь то гинеколог, который делал раньше аборт, он перестал делать, будь то это человек, который связывал свою жизнь с каким-то ущербом для людей, потом перестал это делать, как Матфей. Будь то не христианское поведение Марии Магдалины или Марии Египетской, которое было изначально, а потом привело их к жизни. Поэтому не христианское поведение – это состояние души, которое заставляет человека жить за счет кого-то и за счет нарушения христианских заповедей. Но в любой момент любым человеком это может быть установлено, изменено. И в любой момент человек может быть принят Господом. И его нехристианство когда-то может стать даже одобрением его бытия в качестве той линейки, которая показывает, что из глубокого минуса можно подняться в великий плюс. Моги, Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.